Через неделю, 11 октября, Ивановский музыкальный театр откроет юбилейный 85-й сезон. К открытию в театре готовят грандиозную постановку, мюзикл «Робин Гуд» Евгения Загота. Это очень интересная история. История, в основном, это история любви. Любви между собой четырех людей. И богатых, и бедных, и бывших богатых. Немножко она такая даже, можно сказать, детективная история. Да, с довольно-таки непривычным для музыкального театра, имеется в виду музыкального театра опереты, концом. В оперетке как раз обычно так все и заканчивается. А у нас... Ну, я не буду раскрывать все. Зрители ждут яркие, динамичные номера и, конечно, много хорошей музыки, которая на протяжении всей постановки двигает действие. «Робин Гуд» — это легенда. Это то, что, может быть, было, а может быть, и не было. Но очень много известных авторов, известных писателей брали эту легенду, переписывали, придумывали свои истории. Мы решили пойти за этими авторами и придумали такой сценографический ход, как будто мы как бы читаем книгу. И все, что происходит на сцене, все герои, они как бы выходят из этих книг. Юбилейный сезон театр открывает с новым главным дирижером. Теперь отвечать за музыкальную часть будет Сергей Кис. Он уже полностью включился в репетиционный процесс мюзикла. Плюс этого жанра, он, скажем, более молодежный, он более доступный. И таким образом можно воспитывать зрителя, не только его развлекать, но приводить его к каким-то раздумиям о моральных ценностях, о том, что вечно. Ведь тема борьбы добра со злом, тема любви, дружбы, чести, она существует, по-моему, столько, сколько существует человеческий род. Мюзикл «Робин Гуд» нацелен на то, чтобы привлечь в театр тинейджеров, но также отлично подойдет и для семейного просмотра. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иванова.